С городом Радио Болтком Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире вновь программа Культ Просвет Несколько недель мы вещали в формате Зума, в отдаленном формате Теперь, наконец, мы вернулись в студию, надеемся надолго И сегодня мы продолжаем поиски общего культурного пространства Которое мы, оказывается, находим во всевозможных жанрах В том числе, конечно же, и театр играет важную роль в объединении наших жителей Потому что мы читаем одни и те же пьесы Мы смотрим, слушаем одних и тех же авторов И так или иначе находим в сюжетах и в темах, а также в постановках общая для всех нас Театр всегда в латвийском обществе был чем-то большим, чем художественный жанр Он объединял людей с точки зрения идеи и политики И многие учились в театре как раз, что называется, читать между строк Так вот, сегодня я обнаружил к своему изумлению, к приятному изумлению Что существует новый интересный рижский альтернативный театр под названием «Месс в Каноэ» Очень интересное сочетание латышского и русского языка И театр этот начал свою работу чуть более двух лет назад, в июне 2019 года И сегодня у нас в студии очень интересный гость, режиссер и художественный руководитель альтернативного театра Кай Ге Кай, добрый день! Добрый! Большое спасибо, что нашли сегодня время к нам присоединиться Я также надеюсь, что наши радиослушатели тоже присоединятся к нам И сейчас мы обнаружим телефоны прямого эфира, а их на столе ты нет Поэтому вам, возможно, сегодня не удастся до меня дозвониться Но, может быть, наши постоянные слушатели помнят телефоны уже наизусть Так или иначе, сегодня мы продолжим нашу беседу о том, что нас объединяет И, может быть, мы найдем в сегодняшних темах и что-то, что будет интересно для наших радиослушателей Потому что мороз спал, а значит, снова можно выходить из квартиры и снова можно будет посещать театры Кай, скажите, пожалуйста, каким образом вы стали частью этого театра? Вы учредитель? Вы кто-то, кто стоял у истоков? Или же вы присоединились к театру чуть позднее? Давайте, может быть, действительно набросаем некоторый эскиз или портрет вашего театра Который, возможно, многим нашим радиослушателям все еще не знаком Давайте начнем с предыстории Июнь 2019 года Что произошло? Ну, предыстория началась чуть раньше Все началось с того, когда я заканчивал 12 классов в школе И я подумал, ага, мне надо продолжать дальше свою эстезию Мне нужно поступать на режиссера Мне нужно продолжать получать более высокое образование Нежели которое я получал до этого Именно в профессиональной сфере Вот, и я подумал, что Мне, вернее, дали совет Что любое образование, которое связано с культурой Оно невозможно без хорошей практики И тогда я задумался о том, чтобы сделать сразу и практику И обучение совместить это, сделать такое Небольшой симбиоз Вот, и это все началось, наверное, в мае Даже чуть раньше Фри Рига, общество Фри Рига опубликовало Что они открывают здания в старом городе И вот ищут людей, которые хотят заниматься у них в помещениях Я подумал, о, хорошая возможность Я написал им, ну и как-то это забыл Если вот спустя полтора месяца в июне они мне написали Что да, давайте приходите к нам, работайте Ну вот так оно все, собственно, и получилось Я пришел, посмотрел помещение Понял, что оно вполне располагает к тому, чтобы там начать заниматься И тогда я уже начал быстренько набирать людей через Инстаграм, через Фейсбук У нас на первом занятии было что-то человек 7-8 Ну и потом мы постепенно начали развиваться А так, в принципе, да, театр – моя идея Вот И мы, так скажем, хлеб и соль Вы называетесь Рижский альтернативный театр Тогда вопрос альтернативы чему? Вот, это хороший вопрос И мы очень долго, на самом деле, мы, наверное, 3 года шли к ответу на этот вопрос Мы пришли к выводу о том, что мы предоставляем альтернативу в трех направлениях Первое направление – это альтернатива советскому Станиславскому театру Которая у нас в Риге, как правило, наиболее популярная И вообще в Латвии, в принципе Вот, вторая альтернатива – это альтернатива четвертой стенки Это когда артист не может общаться со зрителем, потому что его не видят И живет в рамках тех обстоятельств, которые прописана пьеса Мы из половины своих пьес убрали четвертую стенку И вот сейчас продолжаем ее до конца уже убирать Чтобы был какой-то интерактив со зрителями И чтобы происходил такой обмен энергии между актером Между сценаристом-режиссером и между зрителем И третья альтернатива – это языковая альтернатива Мы работаем не на одном, не на двух языках, и даже не на трех Потому что у нас в Риге, когда ты приходишь в определенный театр Ты знаешь, на каком языке будет спектакль Ты идешь в один театр за русским спектаклем В другой театр за алтышским спектаклем В третий театр за английским театром Мы объединили все это в одну В нашем театре можно увидеть постановки и на русском, и на латышском И на английском, и на узбекском, и на японском, и на немецком И мы считаем, что это на самом деле правильно Потому что у культуры нет языка, как в принципе и у искусства тоже нет языка И если это сделано хорошо, то человек это поймет на любом языке На каком бы это ни было сыграно Поэтому, в принципе, альтернативный театр рождается от этих трех китов понятий Которые мы сами для себя придумали и сделали сами для себя эти рамки А каковы ваши отношения с существующими латвийскими, условно говоря, государственными и негосударственными театрами? С кем вы общаетесь? Может быть, с кем-то вы дружите? У кого-то вы гостили? Ведь есть же так называемые внутренне городские гастроли Когда спектакли и актеры посещают своих соседей и друзей Какие у вас отношения с другими театрами? Отношения с другими театрами у нас, вот если мы говорим про конкретное отношение одного театра со вторым театром В Латвии и в Риге у нас нет У нас есть отношения с определенными людьми почти в каждом театре Где мы сотрудничаем, они приходят к нам давать мастер-классы Мы приходим к ним на спектакли Но полноценных сотрудничеств вместо театром и театром у нас нет Они вот заключаются сейчас, театром ОСА Потому что мы у них в декабре презентуем свой новый спектакль И собираемся дальше с ними работать уже на их площадке Начиная с января и февраля мы будем там, я думаю, чистенько показывать свои спектакли Вот это вот, наверное, единственный театр Но театр ОСА не государственный Если мы говорим про государственные театры, то наши связи с ними не налажены, не сделаны Наверное, это не их проблема, а наша проблема Потому что там в этом, во-первых, пока нет надобности, нет необходимости Я думаю, что когда эта необходимость появится О каком-то диалоге между государственным театром Я думаю, что мы это организуем и сможем это все сделать А вам необходим этот контакт? Сказали, что это, возможно, ваша проблема, а не проблема На данный момент нет На данный момент нам и так хорошо Понятно Слушай, это очень редкое состояние духа Но я хотел бы вернуться к тому, что вы описали как главная задача театра Сохранить идентичность и культуру каждого из работников театра Я полагаю, тогда речь идет о том, что процесс создания театра, иными словами, постановок Это об актерах, а не о зрителе Да, конечно Я вообще считаю, сейчас радикальная вещь прозвучит Театр создан не для зрителя, а в первую очередь для актера Если мы говорим про древнегреческий театр, то, конечно, он был создан для зрителей Как полноценный, чтобы развлекать людей Чтобы в определенные времена, и чумные времена, и военные времена Чтобы как-то успокаивать людей Но если мы говорим уже про современный театр, где театры, где театральные студии Особенно у нас в Латвии, потому что у нас очень высокий уровень Направлен на то, чтобы развивать именно самих актеров Развивать их внутренность и внешность То, конечно, в первую очередь театр это идет именно об актерах Именно о состоянии актеров Дальше это уже идет о том, чем мы хотим поделиться со зрителем Это историей, новостью или видением нашей жизни Но в первую очередь это идет работа между самими собой, чтобы вот как-то продвигаться Развиваться в определенных направлениях Хорошо, а какова тогда роль зрителей? Это очень важная роль На самом деле в данном случае я считаю, что роль зрителей это и пассивная поддержка Которая определенно очень важна Потому что вот мы, когда репетируем, мы репетируем сами для себя в пустом зале И это, конечно, не то С другой стороны, если мы говорим о том, что у нас интерактивный сейчас спектакль Зритель является актером И таким образом зритель очень важен для наших постановок И в целом для вообще всех наших проектов, которые мы делаем Потому что он является частью этой постановки И мы, когда прорабатываем такие спектакли интерактивные Мы всегда абсолютно играем роль этих самых зрителей, актеров И придумываем вообще различные ситуации, чтобы быть ко всему готовым К любому ответу, к любому вопросу Поэтому в данном случае зритель, конечно, необходим И очень важно, чтобы зритель был Потому что мы можем придумать спектакль, который рассказывает о какой-то очень важной проблеме, теме Но если его не увидит зритель Если об этой теме не будет дальше продолжения разговора Уже диалога со зрителем, диалога с критиками и так далее То тогда нет смысла было это все делать Поэтому я считаю, да, зритель очень важен И все же задание сохранить идентичность подразумевает, по сути дела, то, что идентичность может находиться под угрозой Или что она постоянно видоизменяется, ее нужно каким-то образом, может быть, остановить Или приостановить, может быть, замедлить То есть что в данном случае является идентичностью? Ну, в данном случае у нас в театре есть граждане не только Латвии Есть граждане Азербайджана, России, Узбекистана и так далее И я считаю, что очень важно, если эти люди живут в Латвии Если они переехали в Латвию, очень важно сохранять культуру и язык каждого человека, который здесь живет Поскольку Министерство культуры Латвии этим не занимается То нужно кому-то другому это заниматься И мы решили, мы приняли с самого начала решение Что мы будем работать не только на русском языке Мы будем работать на всех языках, на которых говорят ребята И которыми они учатся Потому что если человек учит этот язык, если он говорит на нем свободно То не то что его обязанность Наверное, ему самому приятно будет развивать этот язык вне своей страны, в другой стране И таким образом развивать и культуру И о чем-то рассказывать о какой-то своей внутренней проблеме, которая, возможно, существует Поэтому вот это, наверное, главная самая цель нашего театра Это сделать так, чтобы люди, у которым есть что сказать на своем языке Не подстраивались под стандарт той страны, в которой они живут А играли в ней эти стандарты и рассказывали свою историю А как все это соединяется со зрителем, который в нашем обществе Хотя и, по крайней мере, билингвален многие И многие знают и более двух языков Но все-таки не всегда это может быть язык, допустим, бывших советских республик И это может в результате каким-то образом повлиять на способность воспринимать то, что вы предлагаете Раз вы предлагаете и политические темы, то все-таки язык и сообщение должно каким-то образом дойти до зрителей Как вы решаете этот вопрос? Этот вопрос решается очень просто Первый вариант – это распечатка буклетиков на разных языках Где вкратце написано, о чем это произведение Но мы так делаем очень редко, мы, по-моему, даже так не делали В принципе, полноценно, вот как оно и есть Второй вариант – это сделать это хорошо И вот когда это сделано хорошо, тогда уже неважно, на каком языке это будет написано Ведь мы смотрим балет, где люди танцуют и ничего не говорят И при этом мы все понимаем Да, мы можем прочитать, конечно, программку, где все будет написано Но есть балеты, которые программки не печатают И, тем не менее, люди прекрасно понимают Потому что я считаю, что есть вещи, которые можно понять даже на несуществующем языке Даже в тишине, даже в темноте Если ты правильно заложил какую-то основную мысль Если ты ее преподнес правильно, сделал все, грамотно расставил Я думаю, что большинство зала поймет Конечно, будут люди, которые не поняли о чем, не поняли про что Возможно, они даже не поняли общей глобальной сути Тогда, конечно, уже, если такие люди появляются Конечно, уже тогда с ними идет дополнительный разговор И, конечно, тогда таким людям рекомендовано ходить на спектакли Где большинство языка того, который они понимают Но в целом у нас пока не было таких случаев И все, наоборот, к нам идут, чтобы послушать еще другие языки в симбиозе И им это очень нравится А происходит ли так, что в рамках одной постановки звучат несколько языков? Да, конечно И, несмотря на это многообразие, люди все-таки понимают суть того, что происходит Да Хорошо, тогда каковы еще средства, которыми вы, может быть, помогаете им? Может быть, это какой-то дополнительный, не то чтобы букварь других языков А, может быть, какие-то другие художественные средства Средства выражения мысли Танец? Ну, мы танцем, как правило, сейчас не занимаемся Мы больше занимаемся пластиком, вокалом, техническими оснащениями То есть это декорации, костюмы, которые в любом случае тебе помогают Вот, и это физические действия, которые... Вот физический юмор, он понятен на любом языке Потому что это физический юмор, там не нужны слова Вот физический юмор, конечно, очень сильно в этом плане помогает И тогда уже зритель и немножко сам расслабляется от того, что он хоть что-то понимает И тогда он же начинает вникать Потому что если с самого начала спектакля, конечно, вдавить на зрителя с японским и немецким Ну, конечно, это тяжело А если постепенно его подводить к этим языкам То к концу он уже начнет понимать и японскую филологию, и немецкие какие-то основные понятия — Вы говорили о разрушении четвёртой стены, которая могла бы как раз… Разрушение её могло бы помочь общению со зрителями. Как это происходит? И, может быть, вы могли бы описать какой-то спектр реакции самих зрителей? Потому что я, например, по себе знаю, что я просто ненавижу, когда кто-то… — Я в этом смысле сторонник Аристотеля. Это дистанция, это пространство, где я существую внутри себя, но я не существую для актёра и так далее. То есть для меня это очень важно. Но я знаю, что, например, в Петербурге театр Ахе, они используют очень интенсивно эту возможность максимального вовлечения. — Либо это большой свадебный стол, например, как в постановке «Рабле», либо это какие-то хореографические моменты или даже гастрономические и так далее. Что в вашем спектре? Каким образом вы ещё вовлекаете? — Ну, начнем с того, что мы играем на постановке. Если мы играем у нас в театре, у нас очень, скажем так, небольшое помещение, и у нас все зрители сидят, ну, в полуметре от актёра. И даже когда мы играем на больших площадках, я выбиваю, и на фестивалях я выбиваю требования, чтобы зрители сидели на сцене. Потому что это очень важно. — Первое, конечно, ну, смотря на спектакль какой спектакль, понимаете? Вот в нашем театре опасно садиться на первый ряд. Об этом уже многие зрители хорошие, которые к нам часто ходят, знают. Это опасное дело, потому что может что-то прилететь, мягкая игрушка может прилететь, может подойти актёр заставить вас что-то выпить непонятное, понимаете? Вот. Сначала это пугает, и на первый ряд садились даже люди, которые этого боялись, чтобы попробовать что-то новое, а потом они входили во вкус. То есть это вообще разные вещи. Это может быть и разговор со зрителем, это может быть и физическое взаимодействие со зрителем, это может быть и гастрономическое. У нас в одном спектакле мы в самоваре чай варили, и там одна актриса Ника Янина прекрасно подходила и требовала, чтобы зрители выпили вот эту воду. Поэтому есть различные способы, и как правило, если мы видим, что человек совсем не идёт на контакт, то, конечно, актёр уже меняет человека, выходит как-то из этой ситуации. Но, как правило, таких ситуаций у нас не было, и всегда все с юмором к этому подходили и относились к этому очень даже положительно и занимательно. Для них это был какой-то новый опыт. Ещё один вопрос. Как вы работаете с текстами? Вы сами создаёте тексты, вы каким-то образом интерпретируете существующие тексты и на уровне самого текста? То есть это редактура, да, некоторая? Или же текст создаётся прямо во время репетиции? То есть какова ещё и роль, дополнительная роль актёра? Он ещё и со-режиссёр или со-автор? Как происходит работа с текстом? Если мы говорим про те произведения, которые уже написаны, у нас есть такие в репертуаре, где вот есть конкретный сценарий, то мы работаем, конечно, с этим сценарием, и у актёров есть этот сценарий. И, конечно, любая пьеса, любой даже рассказ, он всегда подвергается либо моей редактуре, либо ещё одного режиссёра редактуре, либо хореографа редактуре. То есть это на самом деле очень большая работа – обрабатывать какой-то чужой текст. Но, как правило, мы делаем либо по стихам, и тогда мы вольно делать вообще всё, что мы хотим. Вот есть стихи, да, ребята знают эти стихи, но что происходит на сцене, они не знают. И я никогда не пишу сценарий в таких случаях. Это такой интересный опыт, на самом деле, я могу порекомендовать его попробовать другим театрам сделать. Я пишу всегда отправные точки, я пишу, кто какую роль играет, пишу описание каждой этой роли, кто какой злой, злодей, нехороший, плохой человек, убийца и так далее, тому подобное. А затем я просто говорю, вот смотри, если вы в сцене вдвоём, представьте, что вы просыпаетесь в заточении в закрытом, замкнутом помещении, и всё. Вы играете такого-то, такого-то человека, и всё. И в этот момент рождается, наверное, самое важное, в этот момент рождается честность, потому что человек не привязан ни к сценарию, ни к каким-то дополнительным вещам, которые ему надо вспоминать. Он делает то, что он считает нужным для своего персонажа в данный момент. Мы это записываем на видео, или я это там сижу в тетрадочке записываю, какие-то важные моменты мы оставляем, какие-то шутки, если прозвучали хорошие, мы это оставляем. Потом, конечно, это немножко всё чистится, чистится, я говорю, что лучше сделать, вот сюда пойти, сюда мы садимся, потому что это логично, вот это мы убираем, потому что too much, вот. И вот так это рождается спектакль, и так мы каждую сцену за сценой, сцену за сценой делаем, и когда уже получается полностью скелет, где ребята сами уже сказали всё, что они хотели сказать, я уже тогда там немножко чищу, там уже могу что-то добавить, что-то убрать, но в целом 90% всех наших спектаклей построены именно так. У тебя даётся определённое предлагаемое обстоятельство, и ты работаешь в этих предлагаемых обстоятельствах. Я считаю, что это правильно, потому что я много раз видел, когда люди просто заучивали текст, я сам этим иногда заболевал, когда ты просто заучиваешь текст, и всё, и ты уже не думаешь ни о чём, ни о том, что ты просто думаешь, ага, мне вот стул надо передвинуть на пятой секунде, на седьмой секунде сесть на стул, у тебя уже на автомате, ты можешь даже с сонным всё это делать. Это уже неправильно, тут уже театр пропадает, и происходит какое-то физическое действие, нежели театр. — Театр пропадает, значит, вам, видимо, известно, что такое театр. — Ну, на самом деле, да, вот я недавно забивал в Википедии, что такое театр, я не совсем согласен. Театр — это вообще жизнь, в прямом смысле этого слова, это жизнь. Если этой жизни нет, театра нет, потому что если мы воспринимаем театр как какое-то место, где проходят постановки, ну вот наша студия, это театр, вот я сейчас совещаю с вами диалог, у нас спектакль в формате диалога, выйду на улицу, встану на пенёк, расскажу стих, это тоже уже театр, потому что я рассказываю кому-то, я общаюсь со зрителем. Поэтому театр — это очень такое условное место, где происходит какая-то постановка. Поэтому, когда мне иногда говорят, у вас не театр, потому что у вас нет большого здания, мне всегда очень забавно, если человек хочет посетить большое здание, он может пойти в национальную библиотеку. — Это верно, здание национальной библиотеки очень обширно. Но всё-таки, если вся жизнь театр, о чём говорил нам британский классик, то тогда почему люди должны приходить к вам, занимать места, какое-то время, возможно, молчать, наблюдать, аплодировать и покидать зал? То есть это всё-таки определённые действия, которые отличны от других. С другой стороны, конечно, приём у врача тоже некоторые ритуалы, или, например, сдача анализов, или покупка ужина. Но какова трансформация этого пространства, когда человек всё-таки идёт в театр? Что происходит? — Я не могу сказать за всех зрителей. Я думаю, что часть зрителей идёт, конечно, чтобы развлечься, получить какое-то развлечение, отдохнуть после рабочей недели или посмотреть... — Хорошо. Это если, допустим, мы ставим весёлую комедию, или оперу «Буфф» или ещё что-нибудь, да, с небольшим, лёгким, любовным сюжетом. А если это, например, что-то, что связано с глубочайшими вопросами жизни, философии или какими-то тёмными сторонами человеческой сущности, это не развлечение, это очень тяжёлый и напряжённый труд. — Ну всё-таки человек... Вот мне не очень нравится, когда театр сравнивают с развлечением, но тем не менее он таким и является на данный момент. Всё-таки, когда вы идёте в театр, все считают, что вы идёте развлекаться, вы идёте отдыхать, они же не знают, в какую постановку вы идёте. И многие люди в Латвии идут в театр уже по инерции. Вот надо сходить, надо выгулить там своё платье, ещё кого-то. — То есть это в какой-то степени статус? — Конечно, да. Но не посещай наш театр, я говорю сейчас про государственное. Почему люди идут именно к нам? Я думаю, что начнём с того, что к нам всё-таки идёт больше молодёжь. И они хотят тоже пообщаться, они хотят, чтобы их услышали, чтобы мы их услышали. И хотят увидеть то, чего они не увидят на государственных сценах, потому что государственные сцены не смогут себе такого позволить. — А чего они не могут себе позволить? — Ну есть определённые вещи, и политические, и социальные, которые у нас в стране либо очень мало обсуждаются, либо обсуждаются очень слабо, либо вообще не поднимаются. — Например? — Ну, например, ливский язык, который у нас забыт всеми. Это уже тема ВИЧа, тема СПИДа, тема политической образованности, тема революции внутреннего настроения человека, вот определённая тема войны. Ну, тема войны у нас поднимается, но она у нас поднимается очень косвенно, и, как правило, у нас тема войны поднимается через советские пьесы, не через, скажем так, мировых классиков, которые тоже есть. И вот эти вот все определённые темы, они либо не поднимаются, либо поднимаются в очень маленьком каком-то формате, либо это один спектакль, который играется раз в год, и всё больше не играется. Мы постоянно работаем с определёнными такими темами, и понятное дело, что мы несём моральную ответственность за эти спектакли. Я всегда своим ребятам говорю и второму режиссёру, и третьему режиссёру говорю, ты несёшь моральную ответственность за то, что ты показываешь. Ты можешь даже выйти и зиговать на сцене, у нас был спектакль, где ребята зиговали, но ты должен понимать, что мы несём полную моральную ответственность за то, что человек вышел, начал зиговать, и у него должно быть полное обоснование, почему он вышел, начал зиговать. Поэтому я думаю, что к нам идут зрители в первую очередь для того, чтобы разнообразить то, что они видели, и увидеть то, что они ещё не видели. И во вторую степень к нам идут зрители, которые хотят увидеть жизнь как правдивую, по их мнению, которую они видят у нас на сцене, увидеть настоящую жизнь, такую, как она есть, потому что то, что мы видим на улице, то, что мы видим в жизни, это всё-таки маски. Люди на себя надевают маски и играют у каких-то других людей, нежели самих себя. Ну и всё-таки пообщаться. Это очень, на самом деле, сейчас важно. Просто прийти, пообщаться, обсудить какую-то постановку или просто общаться по культуре, прийти, посмотреть, что есть, какие организации есть. Поэтому я думаю, что ты идёшь, в принципе, для того, чтобы узнать, что-то происходит, или обменяться каким-то опытом или своими эмоциями. А вы практикуете встречи с зрителями после спектакля, обсуждения, допустим, или там предпремьерные разговоры, что-нибудь такое? Да, конечно. У нас после каждого спектакля всегда неважно, фестиваль это не фестиваль, большая площадка, это не малая площадка, это всегда возможность поговорить со зрителями, и актёром со зрителями, мне со зрителями. Я всегда на этом акцентирую внимание. Ещё после спектакля, если мы говорим про наш малый зал, мы ещё по 30-40 минут там сидим, со всеми разговариваем, с бабушками, с дедушками, которые пришли, и с молодёжью. И мы всегда постоянно заняты. Поэтому я всегда говорю так, ребята, после спектакля вы ещё час будете заняты, потом можете быть свободны и делать свои дела. Я считаю, что это очень важно, потому что, когда зритель приходит и просто смотрит постановку, да, он отдаёт какую-то часть своей энергетики, он может потом в Фейсбуке где-то написать какой-то отзыв, отметить вас. Но если он к тебе подошёл, он может даже в негативном ключе что-то сказать, он может сказать, что ему вообще не понравилось, что мы там какие-то, я не знаю, противобожники, ещё что-то. Но если он подошёл и тебе это сказал, он потратил своё время, потому что и ты уважаешь время, которое он потратил, он имеет полное право на своё видение и на своё, скажем, ревью. Мне очень интересно послушать как положительную крикотику, так и отрицательную, как такую нейтральную, потому что что-то ты можешь себе взять в карман, что-то в копилочку, что-то учесть, что-то не учесть, это уже твой выбор. Но я считаю, что этот диалог, он очень важен. — А какие моменты ставились вам в укор, допустим? Может быть, кто-нибудь возмущался или выкрикивал что-то, или потом после спектакля подходил и обвинял вас в чём-то? То есть какие вот тёмные образы создавали зрители? — Ну, никто пока не осмелился выкрикивать из зала, потому что, в принципе, люди, которые часто к нам ходят, знают, что если что-то выкрикнуть из зала, мы тоже можем что-то выкрикнуть и что-то можем кидануть. Но тем не менее, да, конечно, и негативная критика. В самом начале её было очень много, когда мы касаемся каких-то определённых тем, у кого есть полное понимание. Конечно, в богохольстве постоянно обвиняют, и в еретичестве постоянно, и мне звонят на телефон, постоянно проклинают за то, что к нам можно попасть только с COVID-сертификатами. Поэтому, конечно, такие люди есть, и, конечно, темы, которые ты всегда берёшь, ты должен нести, опять же, на них моральную ответственность. И, конечно, вот этот негатив, он присущ. Но я всегда к этому отношусь, с каким-то таким небольшим юмором. Я всегда даю дисклеймер. Мы не хотим оскорбить ваши чувства. Ни чувства верующих, ни чувства курячих, ни чувства пьющих, ни чувства неверующих. Поэтому это нормально. Я думаю, что каждый режиссёр, я вообще думаю, что каждый актёр сталкивается с этим после каждого спектакля. Неважно, даже если спектакль был в вафельках и печеньках, я думаю, что к нему подошли и сказали, ты оскорбил молоко. Поэтому, ну, это нормально. Что ж, возможно. Поговорим немного о вашем репертуаре. Назовите, может быть, несколько авторов, текстов, которые вы предлагаете на сцене в данный момент. На данный момент мы предлагаем авторское. Вот если мы говорим про то, что мы увидим уже в декабре, это будет автор 29 декабря, мы во все выступаем. Это абсолютно авторская история. Вот в январе мы представляем спектакль по стихам Леси Украинкин, он будет на украинском языке, и по стихам Роберта Рождественского. Опять же, это будет на русском языке, потому что Роберта Рождественского мы решили уже играть на русском языке и не переводить его. До этого мы играли небольшой спектакль по рассказу Игоря Акунёва. Ну и, в принципе, до этого мы работали со стихами Серебряного века, поэтому, в принципе, это и Марина Цветаева, и Ахматова, и Гумилёв. Поэтому, в принципе, над такими большими пьесами, которые были написаны полностью как пьеса от начала до конца какого-то определенного автора, мы не ставили такое. По нескольким причинам. Первая причина – это потому, что тебе надо выбивать где-то разрешение у этого автора, хотя у некоторых мы получили разрешение, а потом, когда ты получаешь разрешение, понимаешь, что часть ребят ушла, новые пришли ребята, и уже на новых не ложится вот эта история. И вот она у тебя в ящике лежит. У нас была история с Калядой, у которой мы получили официальное разрешение, чтобы поставить одно из его рассказов, и уже хотели ставить, но сменился, скажем так, коллектив. И уже ждём, пока придут ребята, которым подойдёт этот материал, потому что надевать на всех шапку-ушанку я не очень хочу. Нет смысла, наверное, подстраивать своё желание под людей, которым это не подойдёт. Если ты видишь, что это не подходит, значит, ждёшь людей, которым это подойдёт. Вы упомянули о том, что часть труппы покинули вас, теперь вы ждёте новых коллег. Подобная ситуация, которую можно было бы назвать текучкой, говорили в советский период, это был вызов для отдела кадров, но если мы возвращаемся к вашей ситуации, то у вас есть какая-то сердцевина вашей труппы, есть ребята, которые уже на протяжении этих двух лет с вами, или по какому принципу к вам приходят и уходят актёры? Вы их каким-то образом приглашаете на конкретный проект? И на самом деле, я думаю, что пришла пора также задать вопрос, а как вы существуете? На что вы существуете? Может быть, насколько это возможно узнать, было бы тоже очень интересно. Вряд ли от сборов что-то. То есть я полагаю, что есть какие-то другие моменты, проекты, идеи и так далее. Расскажите, может быть, об этой части. Ну, сердцефина у нас сохранилась. Конечно, это не так много людей, но сердцефина у нас есть, она и держится. Понятно, что сейчас ковид на ковиде, ковид на ковиде, и мы открыли театр прямо перед самым ковидом. Поэтому у нас текучка большая достаточно произошла. В принципе, я могу сказать, что, наверное, процентов 80 коллектива вообще поменялось. Сейчас уже очень хороший такой коллектив, сборный полноценный. Не очень большой, но тем не менее, я думаю, что он такой надолго. Вот, проект. И мы приглашаем, ну, мы, в принципе, мы берём всех. Вот у нас нет никакого отбора, я вообще против отборов в театрах. Ну, государственные театры могут устраиваться, отборы, я дай богу. А мы, как все шутят, что обошли все театры Риги, никуда не поступили и пришли к нам. Шутка правдивая, потому что я считаю, что работать можно с любым, и любой человек может пойти в театр заниматься. И театр — это не то, что создано для бога избранным каким-то родившимся по 13-ми звёздами. Нет, театр, он вообще абсолютно для всех. Любой человек может прийти абсолютно, любой человек без слуха, без хореографии, без понимания вообще литературы. Он может прийти в театр, и за буквально полгода он будет понимать и в литературе, и у него появится и музыкальный слух, и всё остальное. Как же это происходит? Это происходит работа с людьми, которые занимаются в определённых направлениях. Я вокал не преподаю, поэтому я вам не расскажу, как это происходит, но у нас есть прекрасный педагог, о котором я уже сегодня говорил, Ника Янина, которая может научить любого, даже мартышку петь. И я в этом и верю. Такое понятие, как талант, ведь это же всё-таки некоторые предпосылки, это нечто изначальное, с чем можно работать. Например, если у человека нет слуха, то его ведь вряд ли можно в аптеке приобрести. Его можно наработать. Слух есть у всех, он просто не развит у всех. Также на каком-то определённом уровне своих возможностей петь может абсолютно любой. Понятно, что мы не будем петь все как повороти, но нам это не нужно. Но на каком-то уровне попадать в 7 нот может абсолютно любой человек. Хорошо, вопрос тогда к вам, как к режиссёру. Вы таким образом работаете с очень неравномерной труппой, да, с очень неразличными людьми. Может быть, действительно кто-то пришёл и оказалось дарование. А кому-то пусть медведь наступил на ухо хорошо, может быть, не отдавил, но его можно развить. Но так или иначе это требует времени. И это всегда всё-таки актёрские данные разных уровней. Как вы можете всё это соединить в рамках одного проекта? Ведь вам наверняка очень тяжело работать с разными людьми. Ну, в талант я вообще не верю. Это какое-то очень плохое слово. Да, я снимаю свой вопрос. Ну, хорошо. Переформулирую его. Есть границы способности актёра воспринять вашу идею и её реализовать через свою собственную внутреннюю призму? Неважно, в каких теоретических структурах это происходит. Неважно, какая школа и так далее. Перед вами актёр. Он кто? Рабочий материал для вашей идеи? Со-автор? Кукла? Или ещё кто-нибудь? Потому что были такие версии в истории XX века. Кто этот человек? И дополнительный вопрос. Соответствует ли этот человек вашим требованиям? Если нет, что с ним происходит? Мы ждём, пока он откроется и станет всё-таки... Найдёт свой талант. Хорошо, вы не любите это слово. Мы можем его употреблять. Будет соответствовать тому... Хорошо. Может быть, всё это довольно хаотично. Есть ситуации, когда вы просто отказываетесь работать с кем-то? Нет, у меня таких ситуаций не было. Если мы возвращаемся к прошлому вопросу, я воспринимаю вообще всех людей как людей. И если человек приходит, и я вижу в нём дикое желание, он говорит, да, я хочу работать, я не умею петь, я не умею танцевать. Я тоже не умел ни петь, ни танцевать. В принципе, и сейчас не умею это делать. Но тем не менее, если у человека есть какое-то дикое желание, он всегда обгонит и перегонит человек, у которого есть уже какие-то возможности, но у которого нет такого дикого желания. Мы всегда открыты, мы всегда устраиваем дополнительные уроки. Я индивидуально с каждым встречаюсь, с кем надо, чтобы его подтянуть. И, в принципе, я думаю, что вот сейчас те люди, которые есть, они примерно все на одном уровне находятся. Кто-то тянет за одну веревочку, кто-то тянет за другую веревочку, направление. Но, в принципе, средний уровень, он у всех средний. Если приходят к нам новенькие, вот сейчас они потихоньку приходят, потому что мы объявили такой небольшой набор и ждем, в принципе, еще людей, вот, я думаю, что мы сможем абсолютно спокойно их потянуть, научить, рассказать, распознать их людей. Я думаю, что нет проблем организовать дополнительные занятия, и вокальные, и хореографические, и театральные, и этюдные занятия, в этом нет никаких проблем. Если человек хочет, он очень быстро подтянется, очень быстро все сделает. Я в этом плане стараюсь не ждать, потому что человек может проснуться через 5 лет, через 7 лет, у меня этого времени нет. Поэтому я стараюсь максимально очень быстро раскрыть человека. Иногда ставлю его в очень экстремальные такие условия, но это у нас там уже личный такой процесс происходит, и который в 95% случаев получается это сделать, вытянуть от человека то, что хотелось все-таки вытянуть. Иногда приходится менять, иногда приходится перекручивать вообще человека с ног на голову, но потом человек очень благодарен и говорит, о, как хорошо жить-то стало, когда можно громко говорить. Я говорю, ну да, неплохо. А что есть точно, что вы хотели бы вытянуть? Ну вот есть, мы вообще живем в таком консервативной стране, на самом деле, у нас такое дикое стеснение, просто какое-то невозможное стеснение, и оно выражается не просто в том, что человек стесняется как-то, ну, проявить себя, оно выражается в том, что мы стесняемся помочь человеку на улице, оно выражается в том, что мы стесняемся помочь животному, мы стесняемся вообще друг другу помогать, друг с другом общаться. И вот это стеснение, оно нам не даёт нормально жить. Это какой-то кошмар, которым я стараюсь вообще избавляться и избавлять вообще всех остальных людей. Из-за того, что мы живём в таком вот обществе, где нельзя сделать то, что вообще можно сделать в другом обществе, это, конечно, очень сильно мешает, это очень сильно давит. И когда человек, приходя к нам, понимает, что ему можно здесь сделать то, что он не может сделать на улице, конечно, это ему помогает. Он может высказать любую свою идею, не будет за это выпорот или не будет осуждён за эту идею. Поэтому я считаю, что вот с этим надо бороться. И, в принципе, с этим должны бороться не мы, а, в принципе, с этим должны бороться каждый человек сам по себе, потому что уже как-то стало немножечко обидно за всех нас, потому что иногда хочется сделать какую-то вещь. Вот я иногда прихожу и говорю, ребят, вот есть такая-то, такая-то вещь, это было бы очень классно сделать. Ну и ребята, которые у меня уже такие подковные, они говорят, ну это сделать наше общество не поймёт, наше общество не примет это. Они говорят, ну нас осудят. Я говорю, ну нас осудят. Я говорю, ну давайте попробуем это сделать. И вот приходится бороться с самим собой очень долго. Ты не спишь, ты думаешь, как это перебрать в наше общество, как это сделать, как такую или иную постановку вывести. Ты думаешь, как рассказать определённые какие-то истории. Может быть, иллюстрируйте каким-нибудь примером. Вы говорили о теме ВИЧа и СПИДа, вы говорили, упоминали разные другие темы. Может быть, просто иллюстрируйте, каким образом есть какая-то тема, которую не понимают, но вы всё-таки её трансформируете в язык театра и тем самым распространяете её в обществе. Ну вот 29 декабря как раз-таки будет поднята на сцене эта тема. Но поскольку там моноспектакль «Я играю один», то я могу себе это позволить. Есть ещё тема нетрадиционных браков, есть тема других религий, есть тема постфорианства и так далее. Очень много тем, которые в нашем обществе либо затрагиваются, либо затрагиваются негативно. Все говорят, да нам всё равно, живите как вы хотите, но при этом мы это обсуждаем. Мы обманываем сами себя на постоянной основе, вообще постоянно обманываем сами себя. Конечно, если ты хочешь… Вот есть какое-то… Вот у Кляды. Мы нашли прекрасную пьесу Кляды. Но у Кляды все пьесы, они такие, ну скажем так, по нашему обществу, вилла или трактор по нашему обществу, потому что он поднимает темы, которые в нашем обществе абсолютно не воспринимаются на данный момент. Это общество и нетрадиционных отношений, как у нас принято их называть, я не понимаю, почему они… Мне кажется, что у нас у людей с историей проблема, вот, потому что такие браки были всю жизнь, ещё до существования Гомера. Вот, и мы как раз-таки нашли пьесу, она сама по себе прекрасная, она написана очень грамотным русским языком, она интересная, она рассказывает вообще о сущности человека, зачем он живёт, почему он живёт, отвечает на очень многие вопросы. Ну и вскользь там в этой пьесе есть тема гомосексуальных отношений, да, вот, она настолько вскользь проходит, что её можно было бы даже и не заметить, да, но наше прекрасное общество эту тему посчитает, что вот это главное в этой пьесе. Мы видим только то, что мы хотим видеть, а не то, что на самом деле заложено. Вместо того, чтобы увидеть что-то более обширное, более что-то важное, мы видим какую-то маленькую хрень, на которую можно не обращать внимания, вообще было бы, ну, в нашем обществе мы на постоянной основе вот сидим и вот думаем, давайте же обсудим вот это и вот это. Поэтому это, конечно, огромная проблема, и это действительно не даёт очень многое сделать в нашей стране. Тебе приходится вывозить спектакли за границу, показывать её в Европе, показывать в онлайн каких-то перформансах, отвозить это в США, потому что я понимаю, что там тебя как минимум не осудят, а оценят твой материал именно по качеству твоего материала, а не потому, что ты говоришь со сценой. Поэтому я считаю, что в этом плане, конечно, надо работать и с нашим обществом, и вообще с восприятием того, что мы делаем. А как вам кажется, каковы причины столь сильной консервативной волны? Всё-таки мы уже 30 лет, как в европейском сообществе, мы хотели вернуться в Европу и ментально, и культурно, и политически. Мы вернулись туда, но, по сути дела, ничего радикально не изменилось в нашем обществе, именно касаемо отношения к различным меньшинственным группам. Как вам кажется, в чём причина? Ну, я бы не сказал, что у нас все хотели вернуться в Европу. Я открываю наш прекрасный Фейсбук, я вижу, что у нас огромное количество людей хотят не идти в Европу, а хотят идти немножко в другом направлении. А куда? Ну, ближе на восток. То есть, хотят стать частью современного российского общества? Российского, белорусского, украинского, любого другого общества. Вот я политкорректно выражаюсь, стараюсь. Вот, и, конечно, определённые мысли для них вообще чужды, потому что они сами для себя так придумали. Я всё-таки считаю, что Советский Союз, из которого мы всё-таки вышли, в данном случае негативно повлиял. Но, если мы касаемся именно таких вопросов, в данном случае он негативно повлиял, потому что, сколько я общаюсь со взрослыми людьми, которые родились в Советском Союзе, и мы поднимаем тему, ну, не просто интересно, я разговариваю, тему ВИЧа, СПИДа, каких-то других заболеваний. Эти люди либо очень мало знают про это, либо знают какую-то околесицу, которую им внушили. И с этой околесицей надо бороться на самом деле. И вообще другие проблемы. Понимаете, вот у нас страна на первом месте в Европе по распространению ВИЧа на душу населения. Это какая-то катастрофа для маленькой Латвии, и эта катастрофа, она никуда не денется. Я уверен, что если сейчас каждый житель Латвии пойдёт и сдаст тест на ВИЧ, к чему я на самом деле призываю, у нас окажется огромное количество людей с ВИЧом. Просто колоссально огромное количество людей с ВИЧом. И тогда встанет вопрос, а что же люди делали-то всё это время? Окажется, что ничего они не делали, они верили в какую-то Божью силу и Божью волю. Ну, вы знаете, можно, конечно, верить в Бога, в Божью силу, в Божью волю. Я тоже человек верующий, но не религиозный. Но, тем не менее, кроме вот этой Божьей воли, надо иногда понимать, что мир меняется, что у нас есть информация, источники, которые уже правдивы, которым можно доверять, особенно касается медицины. Есть какие-то вопросы, которым нужно уже немножко разбираться, даже если ты не медик, и даже если ты архитектор, тебе нужно уже понимать какие-то определённые вещи, которые есть у нас в обществе. В нашем распоряжении осталось 4 минуты, это совсем немного, но я думаю, достаточно, чтобы узнать о ваших планах на самое ближайшее будущее. Ну, у нас, на самом деле, очень много планов, у нас в июне 3 года театру, мы хотим помпезно отметить, потому что всё не можем отметить наши ни один год, ни два года нормально, мы надеемся, что на третий год мы уже отметим, мы уже готовим достаточно большую, придумываем программу, очень интересную, которая будет касаться и кино, и театра, и музыки. Мы будем продолжать наши проекты «Квартирник», когда мы собираемся, все рижане, которые хотят приехать к нам, поют свою авторскую музыку, все танцуют, веселятся, мы надеемся, что ковид нам уйдёт чуть-чуть сейчас, и нам позволят это сделать. Мы будем продолжать вести наши международные конкурсы, у нас есть музыкальный конкурс «Пупуки» с фканой международный по исполнению каверов, мы будем продолжать его делать. И, в принципе, все те проекты, которые мы задумали, все те наши путешествия и наши фестивали, которые мы задумали, мы планируем в следующем году, возможно, в каком-то минимальном формате провести фестиваль альтернативных театров в Риге. У нас есть коллеги мои из Европы, которые очень хотят приехать, там это 5-6 коллективов, но, тем не менее, такой небольшой фестивальчик, мы бы хотели это всё организовать и показать. И, в принципе, мы надеемся, что мы сможем продолжать вести диалог и с молодёжью, и с университетами, и со всеми остальными людьми, чтобы добиться каких-то определённых результатов уже в обществе, касающихся нас самих. Потому что у нас театр, он имеет такую большую социальную функцию, мы меньше ставим спектакли, чем работаем вообще над остальными проектами, я считаю, что это правильно, потому что мир меняется, и театр — это уже не просто место, где показываются спектакли, это уже полноценное социальное общество, какое-то маленькое, которое может повлиять на всё остальное. У нас есть идея, на манабал спадать определённые инициативы, которые, я думаю, что в следующем году мы подойдём. Хорошо. Сотрудничаете ли вы с Академией культуры, которая готовит актёров для латвийских театров? Нет, не сотрудничаем. У меня на них внутренняя обида, они меня не взяли к себе. А, понимаю. Но нет, на самом деле я шучу, нет, мы не сотрудничаем с ним по двум причинам. Первая причина — латвийский театр и латвийское образование театральное, оно категорически отличается от того, что мы делаем. И я ни в коем случае никого не хочу там не переворачивать, зачем под меня кому-то подстраиваться, боже упаси. У них есть куда им идти, вот когда им перестанет куда идти, тогда я, конечно, позову. А пока им есть куда идти, вот пусть они пока туда идут, потому что я пока сам не готов, сам для себя очень сильно перестраиваться под латышский манер, полноценный под латышскую культуру. Но это всё-таки процесс, и надо очень много прочитать, нужно много очень узнать, нужно встроиться, нужно понимать, как они делают, что они делают, потому что наобум в данном случае делать нельзя, потому что можно травмировать человека. И всё-таки в этой теме надо больше разбираться, чем я, нежели сейчас разбирать. И вот когда я разберусь в этой теме, когда им будет некуда идти, то you're welcome, как говорится. Хорошо. Таким образом, я полагаю, что когда вы разберётесь, мы снова встретимся и продолжим нашу беседу. Сегодня я хотел бы поблагодарить вас и за ваше время, и за очень интересную беседу, пожелать успехов театру и вам. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, сегодня в гостях у нас был художественный руководитель и режиссёр альтернативного Аришского театра МЭС в Каноэ, КАИГЭ. Спасибо большое. До свидания. До свидания. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Интерактив.